Здравствуйте! Формула здоровья на телеканале ОТВ. Еще год назад, чтобы попасть на прием к специалисту в больнице, нужно было отстоять очередь в регистратуру, получить заветный талон и снова занимать очередь, но уже в кабинет к врачу. На это пациенты тратили много времени. За последние полгода ситуация изменилась кардинально. Руководство Одинцовской центральной районной больницы шаг за шагом, не сразу, постепенно меняло ситуацию, добиваясь положительной динамики. Открылся единый колл-центр. Теперь регистраторам не нужно отвлекаться на телефонные звонки. Все внимание приковано к пациентам и работе с картами. Так, например, в Одинцовской детской поликлинике в полную силу работают инфоматы, запись от врача к врачу, запись через интернет. Все это позволяет пациентам сократить время пребывания в больнице и избежать очередей. Все приходят к назначенному времени к кабинету врача. Наша поликлиника начала работать самая первая с мая месяца в Московской области. Мы были первыми, нам было очень трудно. И сейчас, за последнее время, мы поняли, что работа поликлиники улучшилась. Значит, уменьшился поток в детскую поликлинику. Родители много времени не проводят в поликлинике. Они уже приходят в назначенное для них время. Родители могут записаться к специалистам, к педиатрам через колл-центр. Они могут записаться через интернет и могут записаться через информат. В регистратуру родители не стоят, потому что, если родители записываются заранее, уже они приходят к специалистам, карточки подобраны. То есть они не проводят времени в регистратуре для того, чтобы подобрать свою карточку. Единственная большая просьба родителям, те, которые забрали карточки домой, вернуть в регистратуру. Это облегчит, опять же, работу регистратуры и самих родителей. У нас появился кабинет до врачебной помощи, который облегчает работу как педиатрической службы, так и специалистов. Родители, впервые обратившиеся в этот кабинет, получают сразу первую помощь. Они не стоят в очереди. И сразу этот кабинет направляет на анализы, дает справки для детского сада, дает справки на соревнования спортивные. Предварительно ребенок должен быть, конечно, обследован. Работа регистраторов за последние месяцы существенно изменилась в лучшую сторону. Раньше очереди в поликлинике провоцировали конфликты как между недовольными пациентами, так и между посетителями и регистраторами. Сегодня сотрудники регистратуры учатся работать по-новому. Доброжелательное отношение к пациентам, желание помочь, объяснить, направить – это сегодня первостепенные задачи в работе. В регистратуре я работаю пять лет, и за последнее время произошли очень большие изменения. В лучшую сторону, конечно. Во-первых, изменилась у нас уже и нагрузка меньше, потому что предварительную запись мы передали в колл-центр. Это очень удобно и для пациентов, они могут записаться по телефону единой службы. И для нас уже исчезли очереди такие. Мы подбираем карты. Если пациент записан к педиатру, карта с вечера обязательно уже лежит в кабинете у врача, и, минуя регистратуры, мамочка с ребеночком идет сразу к кабинету врача, к своему времени. Очень приятно, когда приходят к нам доброжелательные мамы, папы особенно, улыбаются, приветствуют, благодарят нас. И нам приятно, и мы стараемся, мы ваши помощники, мы хотим помочь, чтобы сократить вот это время доступа к врачу, чтобы вы побыстрее попали к доктору своему. Иногда задаем вопросы, не сердитесь, потому что эти вопросы идут из нашего опыта. Если мама говорит, что карта должна быть там, а оказывается, ребеночек в данный момент у бабушки, и карта лежит по другому адресу, вот такое может быть. Поэтому мы спрашиваем, где прописан ребеночек, где фактически наблюдается. И большая просьба у меня к педиатрам, которые в других поликлиниках. Если вы направляете к нам ребеночка, то, пожалуйста, при себе дать ребенку вот те необходимые, которые я вам отдала, перечень, я думаю, вы покажете это, да? То есть должно быть направление, выписка из амбулаторной карты и копии документов, свидетельство о рождении, копия медицинского полиса, страховой, если есть пенсионный, если нет, можно без него потом донести, и копия паспорта, где прописан ребеночек, с кем, с мамой или с папой. И это необходимо. И чтобы карта была оформлена достойным образом, как положено. Мы все разные. Наше настроение может меняться от позитивного до полного негатива. Мы часто раздражаемся и не замечаем, как обижаем людей, которые находятся рядом и пытаются нам помочь. Врачи – обычные люди, со своими эмоциями и переживаниями. И в первую очередь они хотят помочь нам, пациентам, справиться с нашим недугом. Мы же, в свою очередь, должны относиться с уважением к людям в белых халатах, ведь мы доверяем им самое дорогое, что у нас есть – наше здоровье. И все, что сейчас делается в поликлиниках, новые формы работы, технологии – все это направлено на повышение качества обслуживания населения. Руководство Одинцовской центральной районной больницы запустило новую программу по обучению медицинского персонала. Врачи, медсестры посещают психологические тренинги, работают с психологами, разбирают каждый конкретный случай и находят решение любой конфликтной ситуации. Это нам в помощь, потому что мы уже… Ты обращаешь внимание и на себя, как мы общаемся, и можешь какую-то разрулить ситуацию, которая нестандартная. Иногда родители спрашивают мимоходом, а вот какой кабинет и что там? Также такой ответ можете получить мимоходом, потому что регистратор занят. Мы, когда набиваем талон к врачу, мы проверяем беглым взглядом, смотрим, все ли документы внесены. Например, паспорт, свидетельство о рождении. Приходит ребеночек, там написано свидетельство о рождении, а он уже взрослый, у него свой паспорт. Значит, мы тут же меняем в базе и забиваем номер паспорта. Или приходит со старым полисом свидетельство временное, которое выдают, а он уже получил новое. Если мы этого не сделаем, тогда талон вернется к врачу и не будет оплачен, не будет засчитан в статистическом отделе. Поэтому мы все это смотрим, стараемся беглым взглядом, уже опытные у нас регистраторы, они все это видят, и нужно все исправить, изменить что-то в базе. А в это время тебя спрашивают и справа, и слева. И надо набраться терпения, чтобы хотя бы взгляд от клавиатуры, чтобы на тебя упал взгляд, и мы тогда уже с вами общаемся, чтобы не ждал человека, с которым я работаю. Вот так хотелось бы. Психолог нужен обязательно. Это повышает не только наш уровень, и какой-то духовный атмосфера немножечко другая будет, мне так кажется. Люди, которые прошли учебу, у нас очень не сменились. Активно работают психологи с сотрудниками колл-центра. Ежедневно с 8 часов утра и до 8 вечера 12 специалистов принимают звонки от населения. Кому-то нужно записаться к врачу, кому-то получить справочную информацию, со всеми операторы должны быть предельно вежливы и корректны. Именно этому и учат психологи на занятиях. Основная моя задача в нашей больнице – это работа с беременными женщинами. Но в этом году у нас от нашего главного врача, Миссюкевича Ольги Александровны, поступил запрос на работу с медицинскими работниками. И сначала мы начали работать с нашими регистраторами, с нашим колл-центром. Потому что именно эти люди больше всего общаются с пациентами. Работа с пациентами, конечно, трудная. Большой поток идет. Естественно, при любой работе с людьми бывают конфликты, бывают трудности. И наша работа направлена на то, чтобы наши пациенты уходили довольны, уходили, получив помощь, к которой они пришли, обратились. Естественно, с нашими операторами, что для нас важно. Первое, конечно, это этика и диантология медицинского работника. Второе, что нам важно, это конструктивное поведение в конфликтной ситуации. Нам не надо их допускать. Нам надо правильно отреагировать, помочь пациенту. Что третье? Человек сталкивается с конфликтом. Человек сталкивается с большим количеством людей в работе своей. И чтобы это все не отражалось на дальнейшем его работе. Чтобы наши специалисты не приносили это домой. Соответственно, стрессоустойчивость вырабатываем у наших пациентов, релаксацию учим, обучаем. Наши занятия проходят со всеми регистраторами, с колл-центром. Каждую неделю с разными группами. То есть у нас проводился в первой поликлинике и в третьей поликлинике с колл-центром. Сейчас предстоит еще детская поликлиника. На самом деле многие наши регистраторы говорят, да, мы это все знаем. С одной стороны, конечно, это так. Но напоминая, вспоминая какие-то вещи, они приходят на работу уже другими. Это первое. Второе, мы, конечно, обучаем их сбрасывать стресс правильно. И приходя в следующий день на работу, они улыбаются, они готовы работать с новыми усилиями, с улыбкой, встречать наших пациентов, что нам важно. Хочется еще обратиться к нашим пациентам. Мы работаем с регистраторами, и от них тоже поступает запрос. А как же пациенты? Они приходят к нам. И мы хотим попросить пациентов, чтобы они тоже пришли с улыбкой, сказали несколько добрых слов. То есть пришли за помощью, они получат эту помощь. Каждый из пациентов получит. Но при этом хочется, чтобы все остались довольны, все были рады, приходили снова и снова в нашу поликлинику к нашим регистраторам, к нашим медицинским работникам. Организация работы в поликлиниках района выходит на качественно новый уровень. Меняется психология общения, врач-пациент. И безусловно, все это направлено на повышение эффективности работы медицинского персонала. Хочется надеяться, что не только наши доктора изменятся и будут работать над собой. Пациенты тоже станут более внимательными, доброжелательными и открытыми. Ведь задача у врачей и жителей одна – здоровье. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин